Этого чародея сделал мой внук старший, когда ему было 6 лет. Именно они, внуки, вдохновили Владимира Викторовича взять в руки инструменты и начать создавать деревянных человечков. Первые игрушки были тактильные, чтобы ребенок мог ухватиться. Я вырезал отверстия внутри. Потом, когда они все прошли, все внуки проходили через эти маленькие игрушки. Потом, когда они подросли, они стали пользоваться фломастерами, карандашами, красками. Эти игрушки стали краситься. Так из собачки получалась лошадка, а из лошадки – зебра. Первые игрушки были из березовых веток. Потом мастер стал использовать обычные черенки для лопат. В ход идут любые подручные материалы. Обрезки засовок, палочки, винтики, шурупчики, болтики. Ну, ватман, сами понимаете. То есть бумага, дерево, обычные остатки. Ничего специального. Ничего специального. Из инструментов – электрический шуруповерт, лобзик и шлейф-машинка. Вместо мастерской – обычная лоджия. Словно живые получаются в руках мастера деревянные фигурки. Сказочные герои и животные, спортсмены и музыканты, актеры и представители всевозможных профессий. Никаких особых талантов здесь не требуется, уверяет Владимир. Главная – идея. А вот идею, что сделать? Тут уже возникает она когда угодно. Когда смотришь телевизор. Концерт – пожалуйста, музыканты. Спорт – пожалуйста, спортивный кто-то появился. Сколько их сегодня живет в доме мастера и сколько подарено – уже и не сосчитать. Каждая фигурка индивидуальна и никогда не повторяется. Игрушка – это инструмент познания мира, уверен Владимир Викторович. Каждая помогает ребенку развиваться, узнавать что-то новое. Маленькие дети иногда очень боятся ходить в больницу. Это точно. Точно так же мои внуки. Перед тем, как идти в больницу, они заходят ко мне. Мы им объясняем, что такое шприц, что такое укол, что такое градусник. Они поиграли и пошли в больницу. Иногда и берут с собой доктора. А еще устраивают с ними целые театрализованные представления. Местные ребятишки уже знают доброго волшебника, который живет по соседству. И часто дарят им необычные деревянные игрушки. Иногда я беру в карман, иду по дороге, особенно под Новый год. В карман положил, кому-никому, но я это самое, это я сейчас бороду побрел. Так я это самое. Вы похожи на волшебника. Они говорят, ой, Дед Мороз. Ну раз Дед Мороз, значит, дай тебе игрушку. Дед Мороз тебе игрушку дал. Счастья очень много. А вот продавать их мастер категорически не хочет. Ведь в каждую вложена частичка души. Мечтает лишь о том, чтобы ими могло любоваться и вдохновляться как можно большее количество людей. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания Одинцова.